здравствуйте друзья у нас сейчас прямой репортаж из зоны бедствия вы видите как бедствует в зоне бедствия флоридский блогер наталья квик наталья расскажите срочно о ваших бедствиях сос сос это по иностранным вы по-русски давайте да я хочу сказать вам что мы пока что в стадии ожидания здравствуйте всем кстати не поздоровалась здравствуйте всем зрителям мы еще в стадии ожидания поэтому ожидаем матвейку я назвала его матвейка это как бы его зовут мэтью библейский персонаж чтоб я так жил так да 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 я как бы знаешь миш я не переживала как-то сначала и думаю ну знаешь как обычно объявляют ураган и у нас дождь дождь а вот вчера я поехала в пабликс и поеду думаю куплю продуктов немножко поехала пабликс магазин есть продуктовый пабликс как у вас мы его рубликс называем потому что по-русски как будто рубликс смотрится хорошо и поехала я за продуктами и смотрю умеешь что знаешь беготня на полках все пусто как что скупают соль сало 90-е годы я уже все спички соль сахар гречку что там надо хватать короче говоря не вини звонит наташа воды захвати ну на всякий случай вообще воды нет вообще полностью я просто такого в жизни не видела пожалела что камеру не взяла честно слово потому что не видела такого я еще в америке ты можешь себе позволить куда-то пойти а камеры нету такое да короче говоря все дома без воды остались я уже выхожу из магазина и вдруг какой-то там мужчина который ну работник магазина выкатывает на тележке знаешь может быть ну может шесть семь вот этих вот упаковок миша схватила две я думала меня там забьют с этой водой потому что хватали вот так все со всех сторон друг друга выхватывая воду это ужасно просто я я я начала думать что-то здесь не так это объявили объявили конечно от враган выехала из магазина думаю надо мне заправить бензин так поверить вот не поверишь два часа стояла в очереди за бензином причем все вот эти уже девяносто пятый девяносто седьмой уже мешочками закрыты то есть нет бензина остался только восемьдесят седьмой но вот этот тот самый дешевый вот и там 93 у нас я не помню я заправляю 87 в любом случае ну в общем очередь отстояла за бензином я не знаю миша я говорю а ви не поехали уже куда-нибудь может быть отель снимем и не поеду как никуда из дома своего бросать не буду капитан не бросает свой корабль как он мне сказал ну мало ли где-то чего потечет хоть тазик подставить знаешь ведь неизвестно старый стишок когда поднялся ураган на бортик вышел капитан да посмотрим говорят будет у нас он в гостях ураган так скажем а утром завтра сейчас времени три часа дня и вот завтра в 5 утра говорят он уже к нам пожалует чем пожаловать как пожаловать говорят он обессиленный придет надеемся на горите свыше 100 человек погибло да 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 очень сильный говорят ты знаешь я когда приехала 10 лет назад во флориду передо мной был как раз ураган в 2004 катрина назывался и она понес очень много бедствий так он говорят этот еще сильнее чем к 3 катрина это тот который новый орлиан нет 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 думаешь подожди подожди а какой а какой был у нас во флориде тоже вот то ли джордж был ну какой-то был какой-то был очень сильный ураган в 2004 и по моему катрина ой подожди у одного орлиан в 2005 название я уже не помню короче ладно это неважно но миша и все зрители просим вас ваши мысли с нами мысленно с вами но у меня меня как-то так нервничать давай вот что сделаем я я знаю в более радикальные средства эзотерическое значит друзья те кто хочет чтобы ураган прошел стороной и вообще никакого отношения к нам не имел ставьте лайк под этим видео вот и значит вы тем самым как бы создаете такую защитную зону вокруг натальи и другие блогеров и соотечественников и просто людей которые живут во флориде и а как часто такие ураганы бывают вот злые знаешь миша вот говорят вот этот вот урагана он самый сильный за 10 лет 10 лет я живу во флориде я ничего не видела такого вот чтобы кто-то бегал так нервничал у нас целый день сегодня по телевизору говорят пожалуйста не думайте что это какой-то легкий ураган пожалуйста но те кто мобильных домах они обязательно мандаторе то есть их обязательно надо эвакуировать развалиться может да у нас цементный дом но все равно ты знаешь и говорят может и крышу снизу как же прям дом дом цементный низ не просто что может и который нет у нас конкрет хаус по дизна хорошо вот если придавить так вообще да если я говорю что ты можешь оставаться мы будем оставаться не и стены поддерживать если они будут ну то есть у вас веселуха там подожди а почему же ты не пошла на работу сегодня миша я взяла целую неделю за свой счет вообще за вини во первых ухаживать любом случае у него же операция когда у него была уже в понедельник ну как прошло нормально все и хорошо он уже вчера я видео последние выставила так он уже без ходуков ходил даже какая большая разница между первой операции второй все-таки оказывается одну и ту же операцию можно сделать разными способами и вот первую операцию ему располосовали полностью все мышцы и поэтому заживала 8 месяцев эту операцию мы сделали проколами у него нет даже шва и короче говоря он сейчас в стадии вот три дня прошло он стадии такой как вот которая была через четыре через три месяца после первой операции но большое дело наука и даже без палочки ходил наука движется вперед хорошо ладно то есть ты на самом деле не на работе не потому что банк закрыта потому что ты просто сидишь дома я сижу дома свиньи но у нас банк закрыт потому что они там между собой разговаривает мы обычно знаешь они разговаривают между собой весь банки я вижу и сегодня они закрылись в 11 утра и завтра они не работают то есть они там день с 8 поработали во сколько открывается 8 8 9 открывается банк вот они сегодня работали с 9 до 11 я завтра не работаю ну что же давай пожелаем чтобы рабочее место никуда не делать чтобы она там стояла и стояла вот это знаешь как бывает у они не там был сваргова со всеми этими разборками народ не трогают народ не трогается нормально наоборот как-то так стало мне кажется легче нам туда у вас убрали все разнарядки там по продажам ну хорошо ладно наташа значит мы назначаем тебя представителем канала силикон вал и войс по урагану хорошо вот и ты как чего сразу рапортой давай знаешь как мы с тобой сделаем завтра мне позвони если у меня будет электричество мы выйдем на связь и я расскажу что случилось я уже думаю может сделать видео мне дом до и после нет но безусловно у тебя есть что поснимать потому что наш как бывает сейчас есть что с ним говорят нельзя у окна стоять в такой ужин поэтому я не смогу снимать ну ладно хорошо все на то что мы с тобой прощаемся и ждем дальнейшего развития катастрофических событий спасибо чтобы беспокоился позвонить счастлива счастлива наташа все же поставят лайк у кого два аккаунта или три заходите ставьте лайк ситуация чрезвычайно числи